ПОДОЛЬСК Стойкость и массовый героизм проявили подольчане в борьбе за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года подольч был включен в главный оборонительный рубеж Московской зоны обороны. Из 72 тысяч населения, проживавших в городе в то время, 30 тысяч ушли на фронт. 17 тысяч из них погибли. Подольская земля воспитала 42 героя Советского Союза, 4 полных кавалеров орденов славы. За мужество и героизм, проявленные на фронте и в тылу, свыше 10 тысяч подольчан награждены орденами и медалями. Талалихин Виктор Васильевич. Дата рождения. 18 сентября 1918 года. Место рождения. Село Тепловка. Вольский уезд. Саратовская губерния. Военный летчик. Заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО территории страны. Младший лейтенант. Герой Советского Союза. Спил 6 самолетов. Одним из первых применил ночной таран. Прозвище «Малыш». Герой. Ну что ж вам рассказать. Дело вышло. Так. Полностью дал газ. И врезался самолетом в хвост противника. Мой самолет повредился. Я попробую его вывести, но уже не управляем. Я выбросился с парашютом. На следующий день, 8 августа 1941 года, 22-летнему Виктору Тололихину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Погиб Виктор в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года. В 1939-1940 годах в Подольске были созданы артиллерийское и пехотное училища, в которых обучались более трех тысяч курсантов. В летописи Великой Отечественной войны достойное место занимает бессмертный подвиг подольских курсантов в битве за Москву в октябре 1941 года. 5 октября подольские курсанты были подняты по тревоге и в течение нескольких дней в ходе ожесточенных боев обороняли город Малоярославец. В течение 12 дней они держали оборону в 20 километрах западнее города Малоярославца в районе села Ильинское. Юные пехотинцы и артиллеристы уничтожили до пяти тысяч немецких солдат и офицеров. Подбили около ста танков. Курсанты пожертвовали собой, чтобы задержать танковые колонны немцев. Из трех с половиной тысяч ребят погибли две с половиной тысячи. Но враг, несмотря на значительное превосходство силы, был остановлен. Подольские курсанты вместе с частями 43-й армии сдержали натиск немецких войск и помогли выиграть время для подтягивания резервов в Москве. В результате направление на Москву через Подольск по Варшавскому шоссе было закрыто для противника. На территории Подольска располагалась Центральная женская школа снайперской подготовки. Некоторым ее воспитанницам было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего на территории города и района было сформировано более 150 воинских соединений. В Подольске и Подольском районе находилось более 30 эвакуационных госпиталей. Основную часть персонала составляли девушки-медсестры, санитарки, которым было по 17-20 лет. Они работали круглые сутки, нередко становились донорами, сдавали по 500 граммов крови по 10-20 раз. Более 20 тысяч подольчан строили оборонительные сооружения под бомбежками в дождливые холодные дни поздней осени. Город опоясали 16 километров окопов. Жители устраивали лесные завалы, устанавливали противотанковые ежи. Свой вклад в приближение победы внесли пионеры города Подольска. Они собирали средства для строительства самолетов и танков, шили одежду для детей-фронтовиков, вязали варежки, посещали раненых в госпиталях, выступали с концертами, работали на полях. Предприятия, оставшиеся после эвакуации, развернули выпуск продукции для фронта. На заводе имени Арджиникидзе делали бронированные корпуса для танков и самолетов. Рабочие этого завода построили бронепоезд за рекордно короткий срок – 30 дней. Он был передан командованию на торжественном митинге и воевал под названием «Подольский рабочий». На заводе имени Калинина производили ручные гранаты и окопные печи. Климовский машиностроительный завод за годы войны дал фронту 13 миллионов мин и большое количество деталей реактивных установок. На Климовском штамповочном заводе изготавливали пистолетные патроны. Наряду с мужчинами самоотверженно трудились женщины, подростки и даже дети. Из них было сформировано 21 тысяча рабочих разных специальностей. В Подольск входит комплекс мемориальных сооружений в местах наиболее ожесточенных боев Московской области – рубеж славы. В городе свято чтят память погибших во время Великой Отечественной войны. На территории городского округа установлено свыше 50 памятников и более 100 мемориальных досок. Традиционно в феврале каждого года Союз детских организаций городского округа Подольск проводит патриотическую акцию «Свеча памяти». Вместе с педагогами и ветеранами войны и труда в один день и час ребята собираются возле памятников, мемориалов, памятных знаков городского округа, воздвигнутых память о погибших в войнах Великой Отечественной войны. Участники акции проводят торжественную линейку, возлагают к памятникам цветы и ставят зажженные свечи, как символ скорби о каждом дне войны, о ее жертвах. В 2016 году глава городского округа Николай Игоревич Пестов выступил с предложением присвоить Подольску почетное звание «Город воинской славы». Его поддержали депутаты, ветераны, жители города, многие руководители и политические деятели страны. Было собрано 100 тысяч подписей подольчан в поддержку этого предложения. В этом году ветераны из Подольска удостоились чести принять участие в параде победы на Красной площади в Москве. Почетное право посетить прием президента Российской Федерации Владимира Путина было предоставлено участнику войны, активному гражданину Подольска, почетному члену Союза детских организаций Петру Андреевичу Семенищину. Он вручил президенту книгу «Лица победы» и подписной лист от подольских ветеранов за присвоение Подольску почетного звания «Город воинской славы». Проходят годы, меняются поколения, но подвиг защитников Отечества будет жить всегда. Именно они в тяжелейших условиях, ценой невероятных потерь, защитили нашу страну и спасли от угрозы порабощения народа Европы. И память об этом подвиге должна быть вечной. 27 миллионов жизней советских людей было отдано за победу. Более 20 тысяч земляков, жителей Подольска, Климовска и Подольского района не вернулись с полей сражения. Субтитры создавал DimaTorzok